Академия Парусного Спорта Научат завязывать морские узлы, посадят вот в такую маленькую лодочку со здоровским названием «Оптимист» и покажут, как тянуть веревки, чтобы гнать быстрее ветра по волнам. Ребенок получает массу удовольствия от того, что он занимается, от того, что он в коллективе, от того, что ему помогают, он получает что-то новое, ездит на соревнования, просто рассказывает в школе о том, что «А я управляю парусным судном». Это тоже немаловажно и интересно. Как управлять оптимистом на дне открытых дверей ребятам подсказывали опытные инструкторы. Это, конечно, не настоящая лодочка, а тренажер, но ощущения здесь вполне сопоставимы с морскими. А кому-то больше по душе экстремальный виндсерфинг. Спортсменов этого вида спорта также готовят в академии. И надежды, что из этих стен выйдут чемпионы, очень высоки. Ну а пока дети тренировались, родители уже заполняли анкеты на поступление. У меня просто двое детей, одному четыре года. Оказалось, что еще маловато. И старший ребенок, 11 лет, девчонка. Мы убедились, что это для девочек. Сегодня девочки с удовольствием увидели, как они спустились на воду и пошли по Финскому заливу. Абитуриентам показывали лодки и рассказывали о парусном спорте не только тренеры академии, но и воспитанники, уже сделавшие свои первые шаги в яхтинге. У многих ребят за плечами большие соревнования. Они занимают высокие позиции в международных рейтингах. И уже потихоньку, вырастая из оптимистов, строят планы на будущее. Я планирую прийти на следующий класс, это будет 420. Планирую в нем ходить в топ-5 России. Ну, может даже выйти. В день открытых дверей маленьким посетителям приготовили большую развлекательную программу с квестами, викторинами, конкурсами и морем классных призов. Таких, что ребятам непременно захочется сюда вернуться снова, уже в качестве ловцов ветра и покорителей волн. Теперь уж точно родителям на гидрокостюм придется раскошелиться.